Татьяна Александровна Новикова, жена военного. Они с мужем, Геннадием Владимировичем, переезжали из части в часть практически каждые 10 лет. И последним местом проживания стал Крымск, где они взяли на воспитание 5 лет назад пятерых детей. Родные две дочери выросли, имеют своих детей. А Татьяна и Геннадий не смогли пройти мимо чужого горя, видеть обездоленных, голодных ребятишек. Долго мы не думали, мы сразу взяли детей. Муж был у друзей в Мелитополе, когда он приехал, я говорю, пойдем посмотрим детишек. Он говорит, а что на них смотреть, надо их брать и воспитывать. Вот так вот мы взяли детей. Трагедия в Крымске не миновала семью Новиковых. Их дом стоял в 10 метрах от берега бушевавшей реки. Пришли в негодность игрушки и вещи. Утонули компьютеры и диски с фотографиями. Семья перебралась в Анапу. Теперь обживается здесь практически с нуля. Один плюс от пережитого потрясения в результате наводнения. Не говорившая ни слова до того времени младшая пятилетняя Диана вдруг начала болтать безумолку. Старшей приемной дочери Ангелине 16. Она будет отличной хозяйкой, считает Татьяна Александровна. Как сложатся судьбы других детей Анжелы, Руслана, Дениса пока неизвестно, но они научились мечтать и загадывать на будущее. Я хочу стать кондитером, потому что он очень вкусно готовит и очень красиво. И детям. Она уже всем говорит водителям. Только мальчик. Я хочу быть механиком, потому что люблю инструменты и разбирать что-нибудь. Строитель. Приемные родители стараются передать детям все, что знают и умеют сами. Вечером, когда все свободны от уроков и домашних дел, начинается рукоделие. Мальчики с Геннадием Владимировичем моделируют танки. Мама Татьяна Александровна раскрывает детям секреты бисероплетения. Березки и даже кофейные деревья украшают новый дом. Вы сказали отдать детей? Нет. Это уже наши. Ну, конечно, уже какая-то, ну, уже идет отдача. Пока есть на свете женщины, любящие, заботливые мамы, хранительницы семейного очага, жизнь на земле продолжается. Лариса Басова, Артем Зиборов, Анапа. Регион.